Ты тут заходила речь про ближайшие выборы кубернаторские. Моего кандидата на них, конечно, нет и не было, потому что коммунистов не пропустил в фильтр. Но мне хотелось бы спросить, вы действительно считаете, что Светлана Юрьевна была бы лучшей к кандидатурой, чем товарищ Сипятин, даже несмотря на существующие проблемы, из-за которых, наверное, получился второй тур? Допустим, странная схема с Волгобасом, запреты производства и многое другое. Спасибо. — Я могу сказать, что Светлана Юрьевна человек опытный, и так как она решает проблемы Владимирской области, не только города Владимир, мы иногда идешь к министру, а там уже побывала Орлова. Вот добыли у меня, но вот отдали Орловой, у нее проблемы. Она опытный человек и умеет добиваться решения вопросов, связанных с улучшением комфортной жизни населения Владимирской области. Я считаю, что я не знаю кандидатуру, которую вы назвали. У него есть опыт работы с людьми, решения тех проблем, которые стоят. А проблемы очень, да, она много сделала, но очень много стоит еще проблем, которые надо решать. И я уверена, что она сможет. Но при понимании вашем и помощи, наверное, человек, который старается сделать для области, сделать для людей лучшее, ну, бери на тайный центр. Огромных денег стоит, но это за то сокращение детской смертности. Это вопрос, который, ну, беспокоит женщин и молодых женщин, и тех, кто рожает детей, второго, третьего ребенка. Это то, чтобы больше было таких квалифицированных кадров, которые работают в перинатальных центрах. Она может это сделать. Мы ее знаем и знаем давно, видим по ее работе. И для нас это было просто непонятно, почему люди не ценят тот порядок для их же блага. Поэтому, мне кажется, поддержка Светланы Юрьевны, я так полагаю, что она, вот сколько было встреч, и очень много говорили положительно, что она сделала. Ну, давайте признаемся, тот же город, Владимир, вы же, наверное, не всегда видите такие перемены, которые сейчас в городе. Согласитесь со мной? Конечно. Так вы качаете головой. А это не значит, вы за или против. Так мы поддержим Светлану Юрьевну. Я все-таки скажу, что надо на ситуации с другой стороны. Светланы Юрьевны воздавляет наш совет попечительства, наш университет, во-первых. Просто по конкретному вопросу, о котором сейчас наш молодой человек сказал, про Волгобаз. Волгобаз действительно уже открыт, получит нам производственный комплекс, и там Владимирский госуниверситет создает базовую кафедру. Я лично уже подписал соглашение, и наши студенты, робототехника, будут там уже очень активно работать. Поэтому под учебник, который придерживается другим, для него, он может спокойно вместе со мной поехать, посмотреть это базовую кафедру, или только это у нас 40 таких кафедр. Что касается движения берет, которые происходят за последние годы в нашем регионе, тут никто ни с кем не спорит. Просто я с вами не у одного студента, а у другого. Наша с вами задача сегодня, завтра, послезавтра, и вчера, все это рассказать правильно, преподнести как есть, а не делать свой выбор, наверное, от души и от сердца. Любить друг друга, родной город и родной университет. Я так думаю. Это мое личное мнение. Спасибо.